Жизнь под грифом секретно. Аудиоверсия романа Дениса Кривошеева. История номер 7. Светка, то есть моя мать, взрывает Чернобыль. Значит, Светка выросла и доросла до самостоятельного задания. Толя всему ее обучил, как кидать гранату, как стрелять из автомата Калашникова. Обучение проходили в тайне от всех. Ночью в детском саду, расположенном неподалеку от дома. Толя прекрасно понимал, что жители планеты Сириус не будут церемониться с ним и его дочуркой, а Маша настолько страшная, что пришельцы сами побегут от нее. В отличие от Светки, которые они хотят потрошить и ставить на ней сексуальные опыты. Поэтому Толя решил ей признаться, что он не какой-нибудь библиотекарь там, и не шофер, а самый настоящий агент спецслужбе. Я всегда это знала, сказала Светка. «Откуда?» – спросил Толя. «Когда Русь стоит в документах, я нашла твой пистолет Макарова». «Ну, дочь, забери его себе в качестве подарка, так сказать, от агента к агенту». Толя, однако, умолял про то, что сказал Алеша, и сказал лишь про пришельцев, что они существуют, как и другие твари на нашей земле, и что Толя с ними активно борется, защищая весь Советский Союз. «Только Маше об этом не говори, сказал он. Почему?» – спросила Светка. «Понимаешь, наш брак держится только на лжи». «Да, я вру, что библиотекарь, она врет, что она красавица, и запомни, главное для агента – это его маскировка». «Именно поэтому Светка, то есть моя мать, устроилась училкой в школе номер 170, там её никто не соподозрит в этом случае, что она днём учит детей, а ночью охотятся на твари вместе с Толей. Проходят месяцы, и Светка только ей одной дают ответственное задание – самой выдвинуться с Киев в качестве экскурсантки, чтобы обезвредить сеть ЦРУшников, которые работали там аж с 1985 года, то есть уже год работали, и была туда заброшена через Львовскую область. Толей был категорически против данной операции, потому что был не её профиль. Но Светка сама захотела помочь контрразведке, а охотятся на твари, ума не надо, так она думала. И вот 20 апреля она села на поезд, едущий из Куйбышева в Киев, у Толи пронзилась слеза, Светка стала как он сам. А Маша думала, что это всего лишь экскурсия, обмен учительским опытом, и не более того. Приехав в Киев, она сразу же подошла, пошла на Кричатик, там её ждал звездой Владимир Кривошеев. Он ей сказал, что банда американских разведчиков засела в Припяти под видом физиков-ядерщиков. Мы туда к ним тебя впустим, а ты должна ждать их секреты, явки и пароли. Поскольку мать была учительницей, она знала физику на зубок и сошла за аспиранта Киевского научно-исследовательского института. Её радушно впустили в квартиру, где заселятся рушники. Сразу бросились в глаза, что они обсуждают схему Чернобыльской атомной электростанции. Как туда лучше всего попасть и где лучше всего там заложить взрывчатку? Светка завалила, запивала, запивала, ну короче, Светка завела, записала их разговорный диктофон в монтированный и в лифчик. Владимир Кривошеев засел с чекистами в подвале дома и всё прослушивал. Наконец наступило утро 26 апреля 1986 года. ЦРУшников было приказано брать непосредственно у самой станции. Однако тут из-за облака, из-за тумана появилась летающая тарелка и лазером убило всех чекистов, кроме Владимира Кривошеева, который успел запрыгнуть в сам реактор четвёртого энергоблока. Светку направленным лучом похитили на летающую тарелку. На тарелке её привязали к стулу, и к ней подошёл Алёша и сказал, я знал твоего отца, это были не ЦРУшники, а наши тайные агенты разведки Альфа Центабры. Мразь! Сказала Светка, прям в лицо Алёше. Понимаю, вполне заслуженно, сказал Алёша. Понимаешь, дело в том, что твой отец не смог уничтожить своих прачеров. Мы тоже не можем уничтожить людей, но можем устроить ядерный, всемирный апокалипсис. Вы же намерены, вы же высказывали за сотрудничество людей с предшествиями, смекнула Светка. Да, однако жители планеты Сириус, вмешавшись в вашу историю, уничтожить жителей планеты Сириус, вмешались в вашу историю, и уничтожить жителей планеты Сириус можно только направленным ядерным взрывом. Мы с Альфа Центабры к радиации устойчивы, а они-то как раз нет, ответил Алёша. Зачем я вам, спросила Светка. Понимаешь, дорогая родственница, да-да, ты не ослышалась, именно наша родственница, весь ваш род Сандайновых, и это, короче говоря, инопланетный род. Вы гермафордито, то есть плод любви одной жительницы Сириуса и жителя Альфа Центабры. А у тебя еще и вампирские гены от твоего настоящего отца Ивана Сандального. И тут раздался взрыв на ЧАЭС, и тарелку отнесло вправо. Светка освободилась из плена при помощи своих клыков, которые появились у него как раз вовремя. В нужное время они пронзили обшивку корабля, и сумев спрыгнуть с него, своим присущим вампиру, она помчалась туда, на ЧАЭС, помогать раненым после взрыва. И тут ее перехватил Владимир Кривошеев, который выжил после взрыва и сказал быстрее, и нажал какую-то кнопку у себя на часах. И наши герои переместились из Чернобыля в Кремль. «Ты кто возмущенно откинулся от себя?» Спросила Светка Владимира Кривошеева. «Я тайный агент разведки управления Министерства обороны СССР. В КВБ меня всю жизнь готовили к этой цели, и ты поможешь мне, понимая жителей Альфа-Центавра Лугут по поводу своих сородичей Сириуса. Мы, на самом деле, вступили с ними в контакт еще в далеком 1945 году, сразу после победы. Мы хотели их технологий поверить на то, что они вселятся в наших политиков. Все – Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов – были их агентами влияния. Мой долг – избавить Советский Союз от инопланетных захватчиков. И только у тебя вплачут духу убить главного с Альфа-Центавры, коим является не кто-нибудь, а сам председатель ЦК Компартии, на тот момент Михаил Сергеевич Горбачев. Горбачев, 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 ты должна выстрелить в него из пистолета, которого тебе подарил твой отчин, папа. Остальные ГРУшники не дадут с помощью технологий позаимствованных у жителей планеты Сириус переместиться выходцем из Альфа-Центавра в прошлое, чтобы убить ваш род Сандальнов. Для этого мы используем обычные радиопередачки, но со специальным кодом «Беги, Светка, в Кремль», короче говоря, так он сказал. И Светка побежала, все, кто ее старался остановить, были покушаны ее клыками. Светка, да и острыми клыками, так она добралась до рабочего кабинета Горбачева, выхватила из штанин пистолет и направила прямо на его лысину. Тут в кабинет вылетела Леша с двумя своими сородичами и завязалась драка. Светка стукнула Горбачева каблуком по лысине, именно от нее он получил ту самую знаменитую отмеченную. Ты, как мой папа говорит про Горбачева, дурак, он меченый был. Ты пойми нас, куманоидов. Светка сказала Леша, да, мы контролируем ваших лидеров, и они наши агенты. Но мы делаем это из лучших побуждений. Жители планеты Сириус нас не понимают. Мы обеспечиваем безопасность Земли от произвола других пришельцев. Тут в кабинет ворвался Владимир Горбачев. А вот сказала Леша, познакомься с представителем Сириуса. Вот ты, тварь, сказала Светка. Тут Владимир набросился на Светку, и в ее клыки подмешал зелье. Та забилась в кокон, в судороги, и потеряла создание. Ослышавшись, она уже доходилась на даче Горбачева в Форосе, в Крыму. У нее больше не было клыков, то есть она перестала быть вампиром. Лид Васильевна ее на метле доставила в Кубышев, где она все рассказала Анатолию. Значит, сказала Анатолию, верить никому больше нельзя. Ты прости меня, дочурка, за то, что я все скрывал от тебя. И Иван бы тебя и близко не подпустил государственным тайнам, в отличие от меня. Ну вот что, буди Машу, пусть молится, и дальше думает, что все хорошо в нашем государстве. Скажешь ей, что пора вновь на экскурсию, на сей раз в матушку, в первопрестольную Москву. То ли отправился за помощью, но Рябчик, но уже Рябчик, ни Шаров, ни Иван, ни другие не хотели помогать Анатолию. Ведь теперь он пойдет против самого Кремля, то есть против советской власти, которая уже была захвачена инопланетянами. В отделе Икс ему сказали, что они засекли тайну встречу жителей планеты Сириус с выходцами Альфа-Центавра в Екатерининском дворце Кремля. Это была своеобразная сходка пришельцев, в которой они распишут, кто как и каким образом будет управлять Советским Союзом. Короче говоря, произошел госпереворот в стране. Власть в стране в Советском Союзе захватили гуманоиды. Нельзя было медлить, и Маша, Толя с соседкой поехали в свой последний и решающий бой на Рязе. Кубань, конец седьмой истории.